Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет выпуск, посвященный яхтенным игрушкам. Вы знаете, что на яхтах всегда есть что-то такое для развлечений, будь то серфборд, вот в данном случае каяк. Но так как каяков в этом мире достаточно много, нам в руки попал очень интересный экземпляр. Это каяк сделан по технологии фабергласса. То есть, грубо говоря, по такой же самой технологии, по которой делаются все яхты. То есть, он был сделан из двух половинок на матрице, потом они были склеены вдвоем, покрыты краской. Получился вот такой красивый-красивый каяк, не наше Феррари. И сегодня мы с вами будем его тестить. Погнали! Сразу хочется сказать, что каяк действительно красивый. То есть, у него есть такой шик и блеск, который присущ ровным поверхностям. Вот вы видите. То есть, он реально очень красивый. А сзади у него есть место, куда крепить груз. Место, где сидеть. Вот вы видите данные места для ног, для разных размеров. То есть, если ноги короткие, то сюда. Если длинные, то сюда. Техническое отверстие, через которое была задумка сливать воду. Но сейчас после дождей там есть вода, но слить я ее никак не могу. Поэтому мы ее сразу сюда заносим в минус. По торцам вот здесь есть ручки. Данные ручки, они укреплены внизу шайбами. Все, я вам попробую показать. На самом деле, видно действительно плохо. Но внутри, кстати, вот вы можете посмотреть, как он сделан. То есть, есть вот все ребра жесткости, которые нужны. Но самое главное в каяке, это мы его попробуем потестить. И сравним его с каяком, сделанным по обычной технологии. Так, сразу хочу вам показать минус. Видите крышечка? На этой крышечке нет резинки. То есть, через нее будет туда вода подтекать в достаточно большом количестве. Ну, закрываем ее и погнали на воду. Сразу хочу сказать, что он тяжелый. Это, блядь, просто жесть. Может, конечно, наличие воды на что-то влияет. Но это кошмар. Так, каяк у нас на воде, как вы видите. Теперь весло. Есть вот такое вот у нас весло. С двух сторон, как для каяка. Ну, в общем, нормально. Оно, кстати, регулируемое по длине. И вот сразу, чтобы вы понимали, минусы файбер-гласса. Видите, красные полосочки, которые придется отмывать. Потому что от каяка есть вот эти вот красные следы. Так, ну что, садимся, садимся. Ай, ай. Мама. 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 Блин, чуть не выпало. Я вам хочу рассказать, что на каяке я ни разу не катался. Поэтому... Ой, мама. Это у меня дебютный раз. Ну, на самом деле, ничего страшного. Так как каяк себе. И каяк ничем особенно не отличается от ничего другого. Ну, короче. Что меня бесит. Вот вы видите, с весла наливается вода прямо под ноги. Потому что она под ноги наливается еще ладно. Она же потом стекает под задницу. И потом сидишь здесь жопой, блин, на мокром. Но, на самом деле, он разгоняется очень неплохо. Неплохо. А ну. В принципе, очень стабильно. Не могу сказать, что как-то сложно на нем ездить. Он хотя и такой, вроде с одной стороны подвижный. Но с другой стороны, перевернуться на нем... Ну, можно, конечно. Но можно сидеть достаточно расслабленно. И ничего не нужно делать для того, чтобы были какие-то усилия. Короче, кребем. Ех, аааа. Так, какая она скорость? 4. 4. 4. Где-то сейчас. А ну. Ладно. Замеряем. Вот раздражает то, что с этого весла все время течет все, блин, прямо под ноги и под задницу. Но на жаре на нем грести, конечно, не очень прикольно. Потому что, ну, реально нужно делать усилия. И ты постоянно гребешь. Хотя и скорость относительно большая. Но все равно усилия есть. И при этом жарко. Вот это немного, если честно, раздражает. Еще прикольно то, что можно по милям на нем ездить. Сейчас мы туда, собственно, и поедем. Так, запускаем. У меня есть оплекуха на часах, которая будет мерить вот наши скорости. Как раз именно для каяка. Ну, все, вроде есть. Так, 4. Скорость у нас. Раз, 4. Так, давай дальше. Так, 5. 5,6. Разгоняемся. Дальше. Ну, что ж. Вот мы уже на милях. Поехали по милям. Он снизу даже видно немножечко. Уже видно риф. А сейчас задом поедем к пеликанам. Они тут сидят. Неужели они каякеров не видели никогда? Класс. Ну, что, погнали дальше. Здесь очень удобно то, что не нужно весла очень высоко поднимать. Ну, что, давайте разгонимся. Погнали. Блин. 7. Но это сильно надо грести. На, ракета. Сейчас мы будем быстро. 7,3. Ну, вот, короче, нормальная средняя скорость. Это где-то около 6. А если вот туда уже к 7 догребать, то это уже нужно сверхусилие для того, чтобы просто быстро уже куда-то нужно против ветра выгрести. Вот это его максимальный режим. Вот интересно сравнить этот каяк с другими. Потому что я вам уже говорил, что это мой первый раз я тут на каяке рассекаю. Поэтому мне интересно вообще, как на других. Потому что на этом достаточно стабильно, быстро. То есть преимуществ у него вместе с недостатками тоже много. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот где-то так это все и происходит На сухую проехать, как вы видите, не получилось А сейчас идем тестить другой каяк Это что? Зачем? Ну что, вот у нас каяк Он, кстати, большой и выглядит стабильно И у него три места Ну что ж, и так Так, на этом вообще стабильно Как будто едешь на диване Он вообще не болтается Из стороны в сторону Можно грести как хочешь То есть можно просто сидеть себе В свой кайф Ну да, я понимаю Трехместный семейный каяк На котором можно грести всей семьей Три человека Тут наверняка они имеют ввиду семью такую Потому что мест здесь три Спереди маленькие Два таких побольше Весла нужно пихать вот прямо вертикально Прямо вертикально Разгоняется он, конечно, вообще никак Ну что, давайте его сейчас разгоним Итак, погнали 6,1 Все-таки хоть этот каяк и больше Но скорость у него меньше Каяк большой Но вот что меня бесит Это то, что нужно весла Прямо практически вертикально опускать То есть вот на том каяке Вот по чуть-чуть А здесь вот прямо с усилием вертикально вниз Это мне вообще не нравится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все, надоело мне уже кататься на этом каяке И в принципе на каяке мне пожаре уже надоело кататься Я думаю, что пора ехать и его сдавать на место, где мы его и взяли Дина, теперь у нас будет тест Того, что ты делаешь Ракета на... Ганди Кап Спокойно, подожди меня У нас ракета на каяке И тормоза на супе Куда ты угребаешь? Куда мы едем, кстати? Мамочки! Руки приходят вперед Это круче, чем в зоопарке А не сияны Интересно, если вам в воду упадет быстро Но, наверное, мочи Майдей, майдей А что он сейчас уберет? Ну, брось Дай ему на весле Толкуетесь? Да? Наглент, наглент Ты смотри лучше, чтобы не подъезжай близко Они так, кстати, обычно и делают Ну что, давай, расскажи мне Как тебе каяк? Каяк прикольный Но Суп наш лучший Я считаю Вообще По всем параметрам Потому что Мне тебя было, Сережа, не догнать Я очень переживала на этот счет Ну, а вообще Как тебе сам вот каяк? Нет, каяк крутой Очень быстрый Очень четкий Маневренный Только весло говняное Надо весло поменять Ну, вообще Вот с точки зрения резюме Покупать каяк на лодку Как тебе идея? Не, ну Когда у нас будет катамаран У нас будут каяки А так С ЮПИ Надувной Номер 2 Нам нужен обязательно Мой вердикт таков Ну, вот, собственно Еще одна версия Ну что, друзья Давайте подрезюмируем Каяки Каяк этот прикольный Имеет классную форму Гоняет быстро Как для развлекухи Вполне подходит Но С учетом того Что это файберглаз И его жуткий вес И то, что он покрашен И нужно с этим быть аккуратным Он будет весь поцарапанный Просто в попу Очень скоро К сожалению Это так Желтый каяк Это как раз Вот втроем Сесть 3 человека И медленно поплелись Себе где-нибудь Там по мангровым лесам Что тоже прикольно Но учитывая Размеры каяков То, сколько с ними возни Спустить на воду Слить воду Помыть их И они сами по себе тяжелые И не так Как их там В одну руку взял И пошел Я, наверное Себе на лодку Бы каяк не брал Но Учитывая то Что Огромное количество лодок Здесь вот Вы видите Вокруг Они все-таки С каяками То, наверное Людям нравится Напишите Мне В комментах Поставили бы Вы себе На лодку Каяк Или нет С учетом того Что я вам показал А на этом Наш выпуск Подходит к концу Лайк Коммент Обязательно Подписочка Колокольчик И мы с вами Встретимся Уже через несколько дней Пока Субтитры сделал DimaTorzok